Здравствуйте! В эфире передача Анатомия болезни. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, около 1,5 миллиарда человек в мире живут с той или иной формой нарушения зрения, из них 36 миллионов страдают слепотой. Дальнозоркость – это распространенный дефект зрения, который может встречаться в любом возрасте. По статистике, этим заболеванием страдает около 20-25% населения нашей планеты. Так почему так происходит? Об этом мы поговорим с хирургом-офтальмологом Эмилию Сифовым. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте! Доктор, так почему у людей развивается дальнозоркость? Каковы причины этого заболевания? Прежде всего, надо сказать, что причина дальнозоркости заключается в том, что глаз, скажем, короче, чем должен был быть. А это, прежде всего, обусловлено генетическими факторами. То есть, лучи света, проходя через прозрачные среды глаза, в частности, через роговицу, через хрусталик, преломляются и собираются в одной точке на сетчатке. У гиперметропов, у людей, у которых плюс номера, лучи света преломляются за сетчаткой. И, прежде всего, еще раз повторяю, это обусловлено тем, что глаз короче, чем в норме. Есть несколько причин гиперметропии. Самая большая причина – это аксиальная длина, то есть длина глаза. Вторая причина – это роговица, то есть преломление роговицы ниже, чем должно быть, либо же преломление хрусталика. Это называется индексовая гиперметропия. А кто находится в группе риска? То есть, если у родителей была дальнозоркость, то, может быть, и у ребенка тоже? Если у родителей была дальнозоркость, приблизительно у 25-30% детей, то есть это один из трех детей, у них бывает гиперметропия. Гиперметропия развивается по разным причинам, не только по генетическим. И одной из больших причин являются тератогенные факторы. То есть, например, курение матери во время беременности, либо применение каких-то препаратов, либо же какие-то синдромы. Очень много синдромов, которые бывают вместе с гиперметропией. Гиперметропия – проблема, как вы сказали, тоже встречается приблизительно 25% населения. И есть начальная гиперметропия, средняя гиперметропия, и есть высокая гиперметропия. Это уже так, да? Высокая гиперметропия – это проблема, действительно большая проблема, потому что она ведет за собой много разных проблем. Таких, как амблиопия, ленивый глаз, такие, как косоглазие, и такие, как глаукома и прочее. То есть, мы не хотим, чтобы пациенты были слишком гиперметропичны. Допустимые нормы – это 2, 3, 4. А выше уже начинаются разные проблемы. То есть, если лёгкая степень, то врачи говорят, что лечение нужно или нет? Потому что я так понимаю, что страшно, когда только последняя степень. Да, средняя и высокая гиперметропия в большинстве случаев нужно лечить для того, чтобы не развивались ухудшения. Ну, о лечении мы ещё поговорим. Вот что интересно, ведь мы же привыкаем к тому зрению, которое у нас есть, и мы не замечаем, как оно медленно-медленно портится. Вы совершенно правы. До 40 лет у гиперметропа зрение обычно страдает вблизи. Вдали зрение бывает неплохое. А выше 40 лет гиперметропы начинают жаловаться и на близь, и на даль. Проблема, которая возникает уже после 40 лет, называется пресбиопией. Это ухудшение зрения вблизи. У гиперметропов обычно очки бывают толще, чем у других людей. И это их очень сильно расстраивает. По этому поводу они обращаются в больницу. Вот вы отметили, что у детей может быть дальнозоркость из-за ряда причин. Ну а почему тогда с возрастом она начинает быть? Прежде всего, надо сказать, что все дети, когда рождаются, они бывают гиперметропами. И по мере роста детей гиперметропия уменьшается. Рост организма – это динамический процесс, динамичный процесс. И по мере роста ребенка он начинает видеть вблизи все лучше и лучше. Но если размеры глаза не соответствуют возрастным критериям, тогда уже начинаются проблемы, и это надо лечить. Приблизительно у новорожденного длина глаза бывает около 16 мм. И со временем глаз растет до 23-24 мм. То есть в зрелом возрасте мы имеем длину глаза 24 мм. и у ребенка приблизительно номера бывают до плюс 4. В таких случаях обычно это не надо лечить, и у этих детей развивается нормальное зрение. Но в случаях, когда зрение бывает выше плюс 4, то есть глаз бывает ниже, короче, чем мы хотели бы, чтобы он был, тогда уже бывают проблемы, и обязательно надо обращаться к врачу, чтобы выяснить эту ситуацию. Обычно мы назначаем новорожденную очковую коррекцию в этих случаях, и дети начинают носить очки. Родители очень часто спрашивают, а доктор, разве это не проблема, ребенок будет носить очки? Что будет сажение? Всю жизнь, наверное, думают, да? Обычно ношение очков оберегает зрение ребенка и препятствует развитию таких больших проблем, как ленивый глаз, амблиопия или же косоглазие. И поэтому ношение очков в этих случаях обязательно. Хорошо. А что делать с возрастом? Почему, когда люди становятся старше, иногда, откровенно говоря, мы стареем с возрастом? Почему, когда мы стареем, все это, опять же, мы получаем дальнозоркость иногда? Дело в том, что есть гиперметропия, вид гиперметропии, манифестная гиперметропия. Это то, что мы видим, когда измеряем, то, что мы видим, когда обследуем пациента. Есть латентная гиперметропия, скрытая. То есть очень много людей имеют скрытую гиперметропию, но не подозревают об этом. Это выясняется после 40 лет. И почему после 40 начинаются проблемы? Дело в том, что наш хрусталик находится внутри глаза, и он имеет очень мягкую консистенцию. И мышцы, которые регулируют его внутри глаза, они сжимаются и расширяются, изменяя кривизну хрусталика. То есть в зависимости от того, куда мы смотрим, вблизь или в дальнейшем? В зависимости от того, куда мы смотрим. Мы не задумываясь о том, что будем смотреть вдали вблизь, мы видим прекрасно, но пройдя какое-то время, мы затрудняемся видеть. И этот процесс называется пресс-биопией. По данным ВОЗ, в мире около 2 миллиардов людей, у которых пресс-биопия, и которые обращаются по поводу лечения к врачам. И пресс-биопия раньше лечилась только коррекцией очками. После 90-х годов, можно сказать, что по этому поводу ведется очень много исследований. И сейчас появилось очень много новых методов лечения пресс-биопии. И мы пользуемся этими методами. И методы очень успешные. И пациенты очень счастливые. Ну хорошо. Допустим, человек понял, что он плохо видит. У него какие-то проблемы со зрением. И он думает, вдруг это дальнозоркость. Он идет к врачу, естественно, к офтальмологу. Что в этом случае делает офтальмолог? Чтобы понять, какое из заболеваний у данного пациента. Конечно же, сначала снимается рефракция глаза. Делается общее обследование пациента. То есть, выслушивается анамнез пациента. Сопутствующие заболевания играют очень большую роль при внезапных появившихся проблемах со зрением. И если у пациента не обнаруживается рефрактивных проблем, тогда прибегается к методу циклоплегии. Что это такое? Мы закапываем капли для того, чтобы расслабить целиарную мышцу, для того, чтобы узнать полную рефракцию глаза. Это нам помогает выявить настоящие номера глаза. И после этого обследования мы уже можем конкретно сказать, есть ли у пациента рефрактивные нарушения и какие. Конечно, если внезапно у пациента появляется ухудшение зрения вдаль и вблизи, это может быть связано не только с рефракцией, это может быть связано и с сетчаткой, и с проблемами с линзой глаза, то есть катаракта может быть, либо же могут быть проблемы, связанные с роговицей глаза. У многих пациентов после 40 появляется внезапное ухудшение зрения и вблизи, и вдали. И очень часто причиной этого является диабет. Просто диабет. То есть диабет очень сильно влияет на зрение. И если мы иногда начинаем видеть хуже вдали или вблизи, надо об этом задумываться и обращаться к врачу. А лучше проходить чек-ап каждый год? Естественно. Хорошо. Но вот пациенты в возрасте, если говорить о плюс 60, плюс 65, они иногда могут перепутать дальнозоркость со старческим зрением. Почему так происходит? Дальнозоркость у людей в возрасте может увеличиваться со временем. То есть если пациент к нам обращался, скажем, в 30 лет, имел номер плюс 1 или 1,5, в 50 лет мы можем у него обнаружить номера плюс 3, плюс 3,5. Почему это происходит? Потому что есть такое понятие, как индексовая гиперметропия. Дело в том, что наш хрусталик по мере возраста он начинает твердеть, затвердевать. То есть протеины, которые находятся в нем, изменяют свою структуру. И меняя свою структуру, изменяется преломляемость света, проходящего через хрусталик. То есть в норме во всех точках хрусталика преломляемость должна быть одна и та же. Но при возрастных изменениях она изменяется. И у пациентов начинают меняться номера. То есть плюс 1 становится плюс 3 или плюс 3,5. И пациент начинает часто обращаться к врачу по поводу смены очков, по поводу постоянного ухудшения зрения. То есть в этих случаях надо, конечно же, подходить к пациенту всецело. Опять-таки, повторяю, надо посмотреть, есть ли сахар, то есть уровень сахара нормальный или в крови. Это очень важно. И посмотреть, есть ли другие сопутствующие заболевания. Очень много пациентов используют стероиды, сами не подозревая о том, что это. То есть они капают стероидные капли при малейших жалобах в глазу. Там, если небольшое жжение, зуд или прочее. То есть капают бесконтрольные стероиды. Эти стероиды приводят к нарушению индекса рефракции хрусталика и в дальнейшем катаракте. Это тоже изменяет номера. То есть если вам прописали какие-то капли капать в месяц, не надо их капать в год, да? Да, естественно. И не надо их капать без контроля. Хорошо. Ну вот, допустим, человек хочет избавиться от этой проблемы, но не хочет делать операцию. Об операциях мы еще поговорим. Что тогда вы ему советуете? Это обязательно очки и линзы? Если пациент хочет избавиться от плюсовых номеров в глазах до 40 лет, мы можем только советовать очки и линзы. Если это после 40, то тут уже методы меняются. То есть пресс-биопия – это понятие ухудшения зрения вблизи, что появляется после 40. Это тоже плюс номер. То есть это уже лечится каплями, можно сказать. Буквально несколько лет назад эти научные работы начали проводиться, и мы видим уже положительные результаты. То есть скоро появятся капли, которые, капая которой, мы уже будем вблизи видеть лучше, и никакого другого лечения не нужно будет. А как тогда лечить пресс-биопию и гиперметропию? Методы лечения пресс-биопии и гиперметропии, они несколько схожи, но разная возрастная категория. Если лечить гиперметропию, то до 40 лет мы обычно делаем либо очковую коррекцию, либо линзы, либо же лазер. Лазер – это экземер-лазер. Делается два вида основных операций – это ласик и пиар-кей. Ласик и пиар-кей – это операции, которые проводятся на роговице глаза. Если гиперметропия выше плюс пяти, большинство этих пациентов уже не подходят лазеру. Тогда надо лечить их другим методом. Для этого мы можем ставить внутриглазные линзы. Есть два вида линз. Это фокичные линзы, то есть своя линза не трогается, а поверх своей линзы ставится другая. Это, в частности, макет фокичной линзы. И второй вид линз – это линзы, которые ставятся вместо своего хрусталика. То есть свой хрусталик снимается и ставится вместо него искусственная линза. Это делается в крайних случаях до 40 лет. При слишком серьезных патологиях, таких как нанофтальмус и при появлении вторичных болезней, таких как глоукома и прочее. После 40 лет, когда начинается процесс прейсбиопии, теряется функция нашего хрусталика. То есть мы только что отметили, что наш хрусталик начинает твердеть. И он как орган уже перестает функционировать. Тогда мы можем уже подумать о его замене в первую очередь. Так как прейсбиопия или гиперметропия – проблема в первую очередь связанная с хрусталиком, с его преломляемостью, поменяв его на протез, мы получаем очень хорошее зрение. То есть сейчас уже появились мультифокальные линзы, линзы, которые показывают и вдали, и вблизи. Пациенту 45 лет, который обратился к врачу с номерами плюс 3, плюс 4, и который не хочет носить очки и вблизи, и вдали. Идеальный метод коррекции – это мультифокальные линзы. Пройдя такую операцию, пациент всю жизнь избавляется от очков и больше их не носит, и у него бывает прекрасное зрение. То есть самый лучший метод коррекции этот. Есть, конечно, другие методы. Методы коррекции прейсбиопии, роговичные методы, то есть внутрь роговицы вводятся импланты, в частности имплант Рейндроп. Он в поздних стадиях, через 5-6 лет, может привести к изменениям роговицы и к ухудшению зрения пациента и вдали, либо же ночное зрение ухудшается у пациента. У каждого метода вообще есть прос и конус, то есть есть положительные стороны, негативные стороны. У каждого хирургического метода есть риски. Это надо знать. Но, конечно, все эти методы придуманы для того, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно без очков. Ну вот вы отметили, что есть несколько видов операции, в том числе, допустим, лазерный метод LASIK и PRK, или же, допустим, несколько видов линз, можно поменять хрусталик. Вот как врач решает, какой метод выбрать? Допустим, мы говорим о лазерном методе, да? Очень сильно влияет на выбор врача метода то, чем занимается пациент. То есть если пациент просто банально не хочет носить очки, скажем, ему это надоедает, то можно, конечно, сделать лазерный метод лечения и избавиться от очков. Но когда-то этому пациенту заново понадобится провести лазерную операцию. То есть при гиперметропии мы возвращаемся к лазерной операции несколько раз, пройдя какое-то время. Появились новые методы коррекции зрения вблизи лазерами. В частности, есть такие методы, как Пресби-Макс. Лазер стреляет в пороговицы с определенным паттерном, и после этого пациента несколько лет хорошо видят вблизи. Но опять-таки после этих методов лечения у некоторой части пациентов ухудшается зрение вдали. Ухудшается зрение вдали. Появляется светобоязнь. Появляется плохое зрение вечером, ночью. И, естественно, это потом приводит обратно пациента к врачам. В общем, врач должен выбирать наименьший из зол, когда он оперирует. И если пациент пользуется близким расстоянием очень часто, то есть если он сидит перед монитором, если он много использует телефон, либо очень долго работает вблизи, пишет, читает. Читает текст суфлера, да? И прочее. Да, естественно. В этих случаях, конечно, идеальный метод – это замена хрусталика. То есть замена хрусталика на имплант и на мультифокальную линзу дает более качественное зрение. Более качественное зрение. И у 95%, если я не ошибаюсь, по научным исследованиям, проведенным после операции, у 95% пациентов не бывает никаких жалоб, и они бывают довольны проведенной операцией. Хорошо. Но согласитесь, никто не хочет делать операцию, если прям не очень нужно, никто не хочет носить очки. Если никто не хочет носить очки и не хотят… То есть речь идёт об очках для близи. И если не хотят операции, тогда им надо подождать несколько лет. Может быть, через некоторое время выйдут капли, закапывая которые, мы сможем обратно смягчать наш хрусталик и этим самым избежать очков для близи. Ну хорошо. А вот гимнастика для глаз. В каких случаях она помогает? В каких случаях её просто бесполезно делать? То есть, естественно, гимнастика для глаз даёт какое-то адаптивное улучшение. То есть мы, скажем, можем избежать или продлить надобность к очкам гимнастикой, но через некоторое время она нам просто помогать не будет. Скажем, если мы должны носить очки с номером плюс один, либо полтора для близи, гимнастика для глаз даст нам выиграть приблизительно 2-3 года. А дальше уже очки это неизбежимо. Всё равно это тот самый путь, к которому пациент придёт. Хорошо. А как тогда заняться профилактикой дальнозоркости? Хороший вопрос. Профилактика дальнозоркости в первую очередь включается в понятие профилактики зрения. То есть нам нужно сделать так, чтобы глаз не было амблиопичным. Для этого мы должны носить очки. От рождения, если у нас номера плюс 5, плюс 7, нам не избежать очков. После того, как ребёнок вырастет, скажем, достигнет 18-летия, либо зрелого возраста, тогда мы уже можем думать об операционных методах лечения. Для того, чтобы глаз вырос, то есть стал длиннее, чем мы хотели бы быть, хотели бы, чтобы он был, много чего для этого мы не можем сделать. То есть мы не можем поменять своё питание и как бы улучшить рост глаза. Это невозможно практически. Рост глаза – это физиологический процесс. Он приблизительно длится у гиперметропов до 9 лет. После 9 уже номера не меняются. Скажем, если ребёнок родился с номерами плюс 7, к 9 годам у него будут номера плюс 5, и он будет жить с этими номерами. И это не изменится. Хорошо. Значит, профилактика – это вовремя обратить внимание на проблемы. Да. А что будет, если этого не сделать? Допустим, родитель понимает, что ребёнок плохо видит и не обратил на это внимание вовремя. Во-первых, этот ребёнок, он будет плохо видеть вблизи, что впоследствии приведёт к тому, что он не любит, он не будет любить заниматься, он не будет любить читать, он не будет любить видеть вблизи. Это очень плохо. То есть у него уже формируется другой характер. Он не будет любить школу, занятия. То есть если номера будут выше, чем плюс 4, это приведёт к дальнейшему к косоглазию. То есть может привести к косоглазию. И чем больше номер, тем больше вероятность косоглазия. Это может развить риск того, что у него будет амблиопия, ленивый глаз. Это в дальнейшем может привести, конечно, после 30 лет уже, к глаукомии. То есть высокие номера могут привести к глаукомии. И это уже более после 40 лет. Это даёт риск таких заболеваний, как тромбоз сосудов сетчатки. У гиперметропов тромбоз сосудов сетчатки бывает чаще, чем у других людей. А это чревато потери зрения, наверное? Естественно, да. Это чревато ухудшением зрения. Спасибо, что пришли к нам в студию. Вам спасибо. А я хочу отметить, что на наши вопросы отвечал хирург-офтальмолог Эмиль Юсифов. Не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok